Вновь объявлен конкурс на соискателей ежегодной губернаторской премии «Наши Подмосковья», которая призвана стимулировать социальную активность, формировать гражданскую позицию и создавать диалог в обществе. В прошлом году наш район принял в этом мероприятии активное участие, став победителем в различных номинациях. На этот раз среди соискателей премии – кинотеатр «Искра». Выставки фотографий, которые постоянно размещены в окнах кинотеатра, организовывает Владимир Степанович Меньшов. Он и рассказал нашему корреспонденту об истории экспозиции и о тех, кто помогает ему в этом трудном, но интересном и, безусловно, важном деле. Выразив желание участвовать в губернаторской премии «Наши Подмосковья», Владимир Меньшов посчитал, что опыт кинотеатра «Искра» может стать примером для других городов Московской области. Он, как идейный вдохновитель, уверен, окна нашего кинотеатра всегда будут украшать фотографии с изображением земляков, рассказывающие историю нашего района, нашей страны. Не для рекламы, там, купите носки, купите чулки, купите пиво, купите там это, и это, и это. А для того, чтобы показать нашу историю, наше прошлое, что земля, на которой мы живем, она насыщена событиями и героями вокруг нас. Конечно, для людей лучше детишек ознакомить с историей нашей страны, чем что-то сделать здесь коммерческое. Поэтому для развития, конечно, лучше такие выставки делать. История выставки в окнах кинотеатра началась в 2006 году. Правда, сначала фотоэкспонаты размещались в фойе «Искры». Первую выставку, такую большую, фундаментальную, мы сделали, когда губернатор Громов проводил областной семинар по благоустройству в городе Витно. Значит, маршрут проходил по советскому проезду, и здесь все рассказывали. И вот тогда в кинотеатре сделали эту выставку по благоустройству. Было 14 поселений, и каждому поселению было отведено место. Вот на главной стене в кинотеатре, задрапировав стену и сделав 14 стендов о каждом поселении, вот это было летом, было красиво, много было цветов, и выставка, конечно, произвела большое впечатление на всех. И, как говорит Владимир Степанович, появилось желание продлить успех, который имела та выставка. За семь лет было подготовлено 13 экспозиций различных тематик. Ежегодно готовится выставка ко Дню Победы. Выставки были разные. Посвящена Сталинградской битве, Курской битве, посвящена ветеранам Великой Отечественной войны по сельским поселениям. Сейчас у нас сделана выставка на встречу 70-летия Победы. Это выставка, рассказывающая о событиях 1944 года. Здесь вот видно, была прорвана блокада 90 дней и ночей освобождения Крыма. Главная задача этой фотовыставки – показать, что это наша Великая Победа. И что эту победу сделали наши отцы и деды. Наши отцы и деды. И что эти отцы и деды живут в нашем городе. И что мы должны это помнить и никогда не отдавать эту победу. Также ежегодно фотовыставки готовятся ко Дню Города. Работа эта скорпулезная и участвует в ней целый коллектив. Такую махину поднять, это значит сфотографировать, покопаться в архивах, найти. Эта выставка – это труд большого коллектива. Здесь принимали участие работники и студии кабельного телевидения, работники кинотеатра. И, конечно, незаменимые руки, золотые руки Попов, Павел и Качалин, Александр. Газета к нам всегда помогала. Мы снимаем будни, мы снимаем рабочие места, мы снимаем жизнь нашего города. Выставка находится в окнах кинотеатра, и она доступна в течение 24 часов. И к ней могут подойти бесплатно все, посмотреть, кто и когда хочет. И уже сейчас готовится новая выставка, которая откроется в День Города и будет посвящена 85-летию образования Московской области и такой же дате со дня основания Ленинского района. Татьяна Брылова и Адамия Елена Кушелева, Видное ТВ. Адамия Елена Кушелева, Видное ТВ.